Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем делать ферментированные овощи. Я посмотрела это у одного китайского шеф-повара и даже писала об этом, по-моему, в прошлом году в Инстаграм. Поэтому там есть пост и фотографии, я потом покажу, что у нас получится. В этом году я хочу сделать еще раз эти овощи. Ну, в смысле, я в прошлом году сделала их несколько раз, мне понравились. В этот раз я хочу снять видео, для того, чтобы показать полностью весь процесс приготовления этого блюда. Нам понадобится морковка. Я сейчас перечислю вам все продукты, которые будут использованы. Мне понадобится дайкон, мне понадобится редис, буквально несколько штучек. Я буду использовать имбирь. Я буду использовать перец. Это горький перец. У меня нет красного перца, поэтому я сухой перец смогу использовать. В рецепте шла вигна, но у меня нет вигны. Я буду использовать молодую фасоль. Может быть, я положу цукини, хотя у него не было в рецепте. Или я положу сквош. Это не патиссон, это сквош. Немного различаются эти овощи. Нам понадобится еще капуста. И нам понадобится сельдерей. Вот все ингредиенты, которые будут использованы. Для приготовления этих овощей нам понадобится сделать рассол. В рассол входит просто вода, простая из-под крана. Нам понадобится листер 1, соль, немного сахара, лавровый лист, горошек, перец. Еще нам понадобится секретный ингредиент, но о нем я скажу чуть позже. И все мы будем складывать это вот в такую банку, в литровую. Я сделаю несколько разновидностей, поэтому мне достаточно будет 1 литра. Чтобы закрыть эту банку, мне понадобится вот такая крышка. Эта крышка стоит копейки, продается в любом хозяйственном магазине для приготовления вина. Если у вас нет такой крышки, то, пожалуй, я могу потом написать вам еще несколько вариантов, как можно закрыть эту банку. Сейчас я вам скажу рецепт того китайского мастера. То есть все то, что он положил в этот рассол. Он взял 1 литр воды, он взял 100 граммов соли, он взял 30 граммов сахара, перец и горошков он взял 10 граммов. Был еще анис 5 граммов, это такие звездочки. Я потом вставлю фотографии. И лаврового листа понадобится 2 грамма. Вот здесь как раз 2 грамма, вот здесь как раз 10 граммов. То есть вот в этих емкостях насыпано столько, сколько нужно по его рецепту. Обычно я рецепты все изменяю под вкусы нашей семьи. Поэтому я положу столько, сколько я считаю нужным. 100 граммов – это очень много соли. Вот здесь насыпано не 100 граммов, а 5 граммов. То есть я делаю простой 5-процентный раствор соли для засолки. Обычно всех, всех моих солений я использую 5-процентное раствор. Поэтому я не буду отходить от этого принципа. И я использую не 100 грамм, а именно 50. Я наливаю воду. Я всыпаю сюда 50 граммов соли. У меня литровая банка, и вот столько сахара, но это безумно много, я считаю. Поэтому если вот здесь находится 30 граммов сахара, то я считаю, что, наверное, буквально вот чайную ложечку, ну сколько, это около 5 граммов. Этого будет достаточно именно для моего рассола. Вы можете положить столько, сколько и говорил мастер, но я положу столько. Теперь, что говорит о перце. Вот здесь находится 10 граммов перца. Я считаю, что это очень много, для меня слишком круто. Поэтому я возьму точно так же немножко. То есть если вот здесь 10, то это практически полтора грамма. И лавровые листа тоже самое. 2 грамма, я считаю, что это много. Ну 2 грамма, представляете. Может быть, конечно, кто-то и любит такой сильный-сильный аромат. Я не очень. Поэтому мы возьмем буквально один листик. Мы, наверное, вот так поломаем и положим. Всё. Вот рассол. Вот такой рассол нам понадобится. Теперь мы его просто перемешаем и позволим раствориться и сахару, и соли. Для того, чтобы мы смогли залить этот рассол. Нам останется теперь подготовить овощи, порезать их и залить этим рассолом. Итак, я подготовила овощи. Я их все помыла, почистила и выложила столько, сколько мне понадобится их здесь. Значит, нам у нас здесь морковка, как вы помните, имбирь, сельдерей, острый перец. И я ещё хотела положить красный маленький перец. У меня свежего нет. У меня есть чеснок, несколько зубчиков. Я взяла сквош, я возьму кусочек от этого. Мне понадобятся капусты. Это дайкон, редис и молодая фасоль. Ещё здесь лежит вот такой маленький кусочек. Так как в рецепте был кальраби, а кальраби у меня нет. Кальраби, вы знаете, это практически как кочерыжка от капусты. Вот я и взяла кочерыжку от капусты. Для того, чтобы просто попробовать её тоже в этом вкусе. Теперь нам останется их нарезать и сложить в банку. Чтобы нарезать овощи, нам понадобится доска. Я советую намочить салфетку, взять салфеточку, намочить и положить её под доску. Для того, чтобы доска не ездила, потому что мы будем работать с ножом, с острым. Соответственно, чтобы не было никаких перемещений. Итак, мы сейчас пробуем нарезать все наши овощи. Морковку мы нарежем вот таким ножиком с зубчиками, чтобы это было красиво. Потому что все овощи будут подаваться кусочками. Соответственно, вот такими кусочками мы сейчас нарежем. Может быть, даже тоньше. Можете простым ножом. Ну, вот мне будет вот столько достаточно для моей банки. Редиску мы тоже нарежем этим же фигурным ножом. Вот такими красивыми сделаем толечками. И сквош мы тоже нарежем фигурным ножом. Я думаю, что сначала порежем так. Вот это мы берём некрасивое. И это мы берём некрасивое. Вот такими кусочками мы его нарежем. И на тарелке это будет смотреться очень красиво. Дайкон, имбирь и кочерыжку мы просто нарежем ножом, ну, такими слайсами. То есть имбирь мы сделаем длинными слайсами. Имбиря мне понадобится немного. Я не очень люблю, когда много имбиря. Поэтому вот несколько буквально долечек нам будет достаточно. Кочерыжку мы нарежем вот такими кругляшками. Их получится несколько штучек. А вот дайкон мы порежем, наверное, долечками длинными. Вот приблизительно так. Вот такими долечками. Сельдерей и фасоль мы нарежем длинными полосочками. Поэтому мы уберём крашек и разрежем примерно вот такие. Вот достаточно этого будет. А вот сельдерея мы нарежем вот такие кусочки небольшие. И тогда уже каждый кусочек порежем на длинные пластинки. Вот такими. Красный перчик я, пожалуй, оставлю так. Единственное, что оторву у них вот такой хвостик. А вот острый перец мы можем нарезать вот такими полосочками. Много острого я класть не буду, поэтому столько будет достаточно. Ну и будет красный перец. Ну и, пожалуй, у нас осталась одна капуста. Капусту никак не режут. Мастер её ломал на кусочки. Вот на такие. Поэтому не будем отходить от его правил и поломаем на такие кусочки. Они будут неровные, конечно, но они будут очень красивые. Итак, мы с вами подготовили овощи. Теперь нам осталось сложить банку. В банку мы складываем абсолютно в производном порядке. То есть мы кладём капусту. Мы кладём туда морковку. Мы кладём немножко имбиря. И сейчас я заполню их все. То есть в любой последовательности я заполню и покажу, что получилось. Итак, мы всё сложили в банку. Не поместился только чеснок, кусочек острого перца и инжир. Имбирь. Я думаю, что я положу это в другой рецепт. Мы это убираем. Возьмём банку и возьмём тот рассол, который мы подготовили. Уже соль растворилась. И мы его переливаем, переливаем, наливаем эту банку. Значит, ну, в принципе, конечно, можно и выложить все перчины сюда. Ну, я так думаю, что сколько попадёт, столько и попадёт. Итак, мы наливаем почти полную. И теперь про секретный ингредиент. Итак, секретным ингредиентом был алкоголь. Алкоголя нужно немножко. Буквально там 30 граммов. Мы вливаем его сюда в банку. И теперь тогда уже доливаем рассолом. Рассол должен покрывать полностью. Вот я прям почти до верха долила. Здесь потом всё вытру. И можно немного придавить. Рассола здесь был литр. И я знаю, что на литровую банку уходит рассола приблизительно на пол-литра или чуть-чуть меньше. В зависимости от того, как будут утрамбованы ваши овощи. Вот у меня примерно сюда ушло пол-литра. Пол-литра я оставляю ещё, потому что я сделаю ещё один рецепт. И об этом я сниму следующее видео. Из других ингредиентов. Точно такую же банку, только с другими ингредиентами. Банка готова. Теперь все овощи нужно оставлять под рассолом, чтобы они там ферментировались. Сделать это можно несколькими способами. Я использую вот эту крышку, которую я уже говорила. То есть вот эту крышку. Её нужно будет нагреть в воде горячей, потому что иначе она не закроется. Мы закрываем крышкой банку эту. Итак, я одела крышку. И я надеваю вот такой колпачок. Итак, мы закрыли её крышкой. Одели пробку. И смотрите, здесь вот есть такая ниша, ёмкость для воды. Чтобы воздух туда не попадал, здесь нужно налить водичку. Это простая вода. Когда будут ферментироваться овощи, будут подниматься пузырики. И они будут выходить вот через эту ёмкость, через этот колпачок. Но туда воздух не будет поступать. Есть ещё вот такие крышки. Они опускаются в банку. То есть если это сверху, то это опускается в банку. Тогда можно было взять полтора литровую банку и одеть вот эту крышку. Точно так же налить же сюда воды, закрыть этим колпачком, и воздух туда не будет поступать. И здесь тогда будет заслон от поступления воздуха в эту банку. Конечно, у китайского мастера была совершенно другая банка. Она была такой огромной, стеклянной, красивой, пузатой. И там совершенно другая была система отсекания воздуха. Ну, такой банки у меня нет. Мы берём подручными средствами, поэтому вот этот вариант меня вполне устраивает. Вот такая баночка получилась. Вот смотрите, здесь вот такие овощи. Так, теперь эта банка должна постоять на столе приблизительно дня три. Для меня это будет нормально, но мастер написал, что две недели держать ферментированные овощи. Я люблю малоферментированные овощи, в нашей семье едят малоферментированные овощи, поэтому три дня вполне достаточно, чтобы уже попробовать и понять уже, устраивает нас или нет. Ну, чем дольше вы держите, тем более ядрёные овощи, то есть там же есть имбирь, там перец, и всё это становится более солёным и более ядрёным. Поэтому на ваш вкус держите или от трёх дней до двенадцати. Прошло три или четыре дня. Вот у нас эти овощи, они уже получились, они уже замариновались. Вот в этой банке мы мариновались с вами. Я только что вытащила их. Овощи получились прекрасные. Можно, конечно, сделать из других ингредиентов, я скажу чуть позже. Все прекрасные, все хрустят, все замечательно. Но есть вот такой вопрос. Я знаю, что чеснок, когда маринуется, он становится зелёным. Меня это не смущает. И пусть это вас не смущает, но если вдруг вас смущает просто цвет в этой банке, потому что это не очень красиво, вы можете тогда использовать или сухой чеснок, или тогда вам придётся внутреннюю часть убрать. Вот здесь такой росточек есть. Нужно вырезать и убирать его. Тогда чеснок не окрасится в зелёный цвет. Ну, в принципе, это на вкусовые качества не влияет, поэтому я не заморачиваюсь. Вот. Поэтому все овощи у меня получились хорошие. Единственное, что я положила и сухой перчик, и положила острый перчик, свежий. Получились такие, ну, ядрёненькие такие овощи. Достаточно острые. Все хрустят. Вот сейчас я возьму. Вы послушайте звук. Хрустят очень вкусно. Очень. Значит, что касается других ингредиентов. У меня есть набор других ингредиентов. Можно сделать точно таким же рецептом и также его сложить в банку. Ещё, конечно, по банке, ну, мне не совсем нравится та крышка, которая у меня есть. Я постараюсь сделать какую-то другую. То есть, эти овощи должны быть закрыты, чтобы туда не поступал воздух. Соответственно, я что-то другое придумаю, потому что меня не устроила эта крышка. Так что делайте такие овощи. Очень вкусные. Очень мировой закусон ко всем блюдам, к ужину, к обеду. Просто как закуска. Так что рекомендую. Делайте. И другой рецепт я сделаю в другом видео. До новых встреч. Продолжение следует...